В хоккей играют не только профессионалы. За медали, правда, республиканского первенства сражаются и любительские команды. Наша съемочная группа побывала на матче команды дивизиона «Корпоративный» непрофессиональной хоккейной лиги «Чувашии». В сезоне 2016-2017 года в дивизионе «Корпоративный» награды регулярного пересваспаривают шесть команд. В этом сезоне ряды пополнила столичная команда «Молния». С энергетика только я в этой команде, остальные часть работников, часть потребителей компании «Чувашская энергосботовая». Ну, в принципе, любой потребитель «Чувашской энергосботовой» компании может быть игроком, как платящий, нашей команды. Новичок лиги, представляющей энергосботовую компанию, оказался не робкого десятка. Если отбросить три технические победы над «Газовиком», который снялся с чемпионата на старте сезона, то дебютант показывает достойную игру. Трех из пяти сыгранных матчей победитель определяла хоккейная лотерея «Буллиты». И, что самое интересное, точнее оказались игроки «Молния». Этот фактор, по всей видимости, учли игроки клуба «МБД». Я думаю, сегодня игра вратарей будет. Кто лучше отстоит, тот и победит. Разведка боем, на который стражи порядка потратили первый период, все же дала результат. Первая шайба оборота гостей влетела в дебюте второго игрового периода. Это ничуть не обескуражило игроков «Молния». Однако адекватный ответ энергетиков не получился. Зато полицейским в третьем периоде удалось удвоить счет на табло 2-0. И «Молния» записывает свой актив второе в сезоне поражения. Клуб «МВД», добыв три победных очка, единолично возглавил турнирную таблицу дивизиона «Корпоративный». Хотя на лидера точат зубы в Алжане. И в случае удачи 10 февраля они смогут потеснить лидера. К тому же полученным опытом не применут воспользоваться и энергетики, которые уже 11 февраля вновь сойдутся на запасном льду «Чебоксары-арена» против полицейской дружины. Вячеслав Ильин, «Вести Чуваша». Продолжение следует...